Я помню, как-то работаю, я работаю на производстве, один человек, мой коллега, высмеивал меня, что я верующий человек. И вот у нас передвижная столовая, где мы ходим, принимаем пищу, и вот он всегда раньше меня приезжал туда и позже меня уезжал. Я вот как подъезжаю к столовой, он меня встречает пением, ну так в насмешку, Аллилуйя поет, там разные какие-то слова, вот видимо из каких-то известных ему песен, и все смеются, смеются, довольные, радостные смеются. Я захожу, приму пищу, он либо в столовую, если со мной был, часто напевал песни, так высмеивал. Друзья, да я не обижался на него, даже наоборот, вот вслушивался в его голос и думаю, неплохой бы был бы голос в нашем хоре, такой он сочный, такой правильная интонация. И вы знаете, как-то в очередной раз подъезжаю, он не поет, он не поет, и все его спрашивают, Паш, пришел, Женя, ты чего не поешь песни? Все, говорит, я больше петь не буду. Это мы сейчас все здесь такие смеемся. А вот вчера меня на машине как понесло, как раскрутило по дороге, был встречный поток. И я единственное, что мог сделать, поднять руки к негу и закричать, Господи, спаси меня, и чудом остался жив. И мне говорит, я прогневал Бога. Друзья, это ли гнев Божий, что машина раскрутилась, что его чуть ли не перевернуло, а кого-то перевернуло, как Алексей Яковлевич, помню, рассказывал такой случай. Один человек тоже сильно так его прессовал. И потом подходит, все, все, Алексей Яковлевич, я больше не буду, я попал в аварию, все, меня Бог наказал. А тот ему говорит, ты знаешь, тебя Бог не наказал, Он тебя предупредил. Субтитры сделал DimaTorzok